Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы будем говорить о радости ЕГЭ. Кстати, да, бывает и такое. Пока, по крайней мере, ЕГЭ у нас существует. А радость заключается в том, что здесь, в этой студии, был человек, которая смогла набрать 100 баллов ЕГЭ, да еще по двум предметам. Как это удалось, мы все это узнаем. И это не только ЕГЭ, это Олимпиады. В общем, какой-то вундеркинд. А во-вторых, у нас еще будет наставник, победителя всероссийского конкурса «Большая перемена», а также учитель математики гимназии номер 16 «Интерес». Победитель городского и регионального этапов конкурса «Учитель года 2000», который проходил в городе Североморске. Ну, многие, я думаю, знают этот город, он в Мурманской области находится. И зовут нашего замечательного педагога и наставника Валентина Петровна Усачева. Здравствуйте, Валентина Петровна. А вот загадочная победительница всего и вся, что касается ИГЭ, это Софья Курбатова, выпускница 16-й гимнастии. Здравствуйте, Софья. Здравствуйте. Вот обычно мы задаем первый вопрос, естественно, наставнику. Но тут я изменю себе, потому что... Скажите, как вы себя чувствуете? Касаемо... Вообще состояния, вот после всего этого. На самом деле чувствуется огромное облегчение, потому что экзамены позади, а подготовка к ним была долгой. Тяжелой, наполненной. И появилось много свободного времени. Мне кажется, что просто мы же ИГЭ не сдавали, но у нас были какие-то другие экзамены. Но каждый экзамен – это же как маленькая жизнь. То есть он начинается, ты нервничаешь до, во время него что-то сдаёшь, что-то не сдаёшь. Потом это радость. Ну, я тоже так неплохо учился в целом, кроме физкультуры. 100 баллов. Вот как это получается, вы ответили на всё? На самом деле, относительно русского языка, у меня никогда не возникало трудностей с этим предметом. Мне всегда попадались хорошие учителя, вне зависимости от того, в какой школе я училась. Я до гимназии обучалась в другой школе. И готовиться к ИГЭ по русскому языку не составляло никакого труда. У нас были периодические занятия с моим учителем русского. И мы занимались просто в своё удовольствие. У нас не было какого-то нарешивания. Можешь попасть на какой-нибудь такой гадкий вопрос, на который учитель не сразу ответит? Безусловно, мог. И после экзамена я вышла, я сомневалась. Я думала, у меня в районе 89-91 баллов. Каких-то там, да. Ну, от меня ожидали 100 баллов по-русскому, и мне тоже хотелось этого. И я рассказывала об экзамене в своём варианте учителю. Она тоже переживала, она не знала тоже, какой именно ответ хотят составители ИГЭ. Потому что не всегда ключи совпадают с общепринятым толкованием. А что за вопрос-то был? Раскройте нам тайну. Иногда сложности возникают с утверждениями, которые относятся к тексту. Именно что выражают те или иные языковые конструкции, пунктационные особенности. И мы действительно не знали, что будет в ключах. И поэтому мы переживали очень сильно. Моя ученица рассказывала, что она просто держала за меня кулачки, чуть ли не молилась. Потому что, ну, действительно, на этот результат мы работали. Этот результат был ожидаемый, заслужен. И для меня было, конечно, удивлением 100 баллов, потому что я ожидала ниже. Мы обсуждали с ребятами, и я подумала, всё, у меня там ошибки, я не так написала. Начала себя мучить. Да, хотя я не хотела вообще проверять ответы, чтобы себя лишний раз не беспокоить, потому что впереди ещё экзамены. Хорошо, мы ещё к истории вернёмся, потому что история тоже от 100 баллов, правильно? Но сейчас мы подключаем к разговору педагога. Вот я понимаю, что вопрос по поводу ЕГЭ он напрашивается, но я его задавать буду в самом конце. А пока вот это замечательное слово. В чём разница между наставником и педагогом, Валентином Петровым? Педагог воспитывает, будем так говорить, учитель учит, а наставник наставляет. То есть моя задача... Как бы всё втроём соединяете. Вы знаете, да, я на самом деле не разделяю. Вот как есть, например, сейчас приведу пример, да, можно спросить тренера в фитнес-клубе, да, вот на чём вы профилируетесь, например, там, на йоге или ещё на чём-то, да, скажут, я просто профессионал, да, то есть во всём. Так и здесь. Да, так и здесь, понимаете. Единственное, что сегодня современное образование, оно требует... Ну, оно, в принципе, всегда так было, да, мы стараемся вести за собой ребёнка. То есть ребёнок должен реализовать его сам себя, понимаете, стать самим собой, а не то, что хочет родитель вложить, например, там, он не стал врачом, значит, будет ребёнок, да, то есть вот такой, скажем. Это не значит, что я вижу в нём исключительно, там, например, тоже врача или ИТ-специалиста. То есть я должна, как учитель, мы все, да, собственно, беря ребёнка с начальной школы, когда каждый родитель, приводя ребёнка, да, или бабушка, дедушка, они все желают, чтобы ребёнок попал к лучшему учителю, да, к любящему учителю, к знающему учителю. С другой стороны, как учитель я, да, я хочу, чтобы у меня были все очень внимательные ученики, очень... Да, но так же не бывает, правильно? И в начальную школу, первое, да, звено нашей школы образования, приходят разные детки, и я хочу сказать, вот буквально недавно Сирина Валерьевна разговаривала, это наш директор, да, который возглавляет нашу флагманскую школу, значит, замечательный наш капитан, вот, и она сказала, что мы создаём равные возможности как для детей, то есть дети не отбираются в начальную школу, так и равные возможности для учителей, чтобы дети были разные, да, иногда ведь, знаете, как, ребёнка начинать с 2-3 лет уже развивать, правильно? То есть в развивашке водить танцами и так далее, а есть детки, которые, ну, сидят дома, да, и некоторые даже и в сад не ходят, поэтому вот задача учителя, да, начиная с начальной школы, разбудить в нём то, что в нём заложено, и уже вот в нашей флагманской школе, начиная с 5-го класса, уже идёт некая профилизация, но это не значит, что вот он пришёл в этот профиль, и он его не сможет изменить, конечно, сможет, но если он проявил задатки к математическим, то есть к точным наукам, значит, он физико-математический класс, да, если к биологии, то, естественно, научный, ну, и если к гуманитарным, значит, гуманитарный. Ну да, то есть идёт такое, как бы, разделение. Да, и наша задача заложить очень хорошую базу, но помимо этого, мы же говорим, ещё есть социум, да, это воспитание вне урока, это воспитание за пределами школы. Ну вот, кстати, тут мы тоже, опять же, подключаем к разговору нашего фантастического человека, потому практически вот сейчас искусственный интеллект, да, у вас уже искусственный интеллект в самом лучшем смысле этого слова, потому что не победить, не победить искусственному интеллекту нас, людей. Софья, вот скажите, ну ладно, один экзамен, русский язык, это понятно, всё-таки любимая тема, переживала, а история, почему историю-то выбрали, тоже нравится? Ой, история, когда училась в старой школе, мне попадались учителя, которые не хотели вести уроки, и до того, как я пришла в гимназию, я вообще ничего не знала по истории, но... Это когда вот тоже от учителя много зависит, да? Да, но мне попался очень активный педагог, у нас есть учитель истории общества знания, Шмелёв Николай Геннадьевич, который очень продвинутый в плане конкурсов и олимпиад, и он мне сказал, нет, ты у нас будешь участвовать в олимпиаде. Ну, в восьмом классе у меня ничего особо не получилось, в девятом классе я поехала на региональный этап по истории, я ещё ничего особо не знала, там что-то где-то почитала, что-то где-то посмотрела, стала призёром регионального этапа, дальше дело не пошло. В десятом классе я начала побольше готовиться, мне стало интересно, я стала победителем регионального этапа, ну, в одиннадцатом я понимала, что историю мне, конечно, будет не так сложно сдать, ну, и исходя из профиля, который я тоже выбрала для себя, благодаря Николаю Геннадьевичу, это юридический, для поступления мне необходим именно этот предмет, и я готовилась и к ЕГЭ усиленно, и к олимпиадам, и, к сожалению, до заключительного этапа в СОЖ по истории мне не хватило одного балла, меня это очень расстроило, такая же ситуация была у моей одноклассницы, мы с ней вместе это переживали, как и наш учитель. Ну, я не сильно расстраивалась, потому что я прошла на другой заключительный этап, тоже благодаря одному из наших педагогов, Воронов Алексей Алексеевич, он очень сильный наставник, который работает не только у нас в гимназии, он работает ещё и в Государственном университете просвещения, также он работает в электростале, в одном из лицеев, в Ногинске, в Дзержинском, педагог востребованный, вот, и он стал моим наставником в предмете, в котором я, если честно, не так много понимала, когда шла. Как интересно, да? Да, ну, просто у нас в школе многие ребята, которые участвовали в Олимпиаде по технологии, добились там успеха, ну, благодаря нашим сильным наставникам школьным. И я подумала, почему бы не попробовать? Я считаю себя умным ребёнком, довольно-таки способным, и почему нет? И мы договорились с Алексеем Алексеевичем, что мы будем сотрудничать, и, ну, я представила ему эскизы для коллекции, которую мы впоследствии сделали, и я очень удачно прошла все этапы Олимпиады, и на заключительном этапе я стала призёром по технологии. Просто золотой ребёнок. Который проходил где? В Казани. В Казани, да, в этом году в Казани. Только вчера оттуда вернулся я из Казани. Понятно. Ну, сейчас сделаю небольшую паузу. Напомню, что два человека, и столько ещё вопросов, и столько всего интересного, и ещё всё-таки понять, как можно, не зная, как вы говорили, да, вот как много зависит предмета, попадая на хорошего педагога, да, не просто будет... Тут ещё вот многие говорят, что ЕГЭ – такой тестовый подход. Ага. Нет. А не получится всё равно, вот я же говорю, она всё равно где-то выползет. Должны быть какие-то вот знаковые вещи. Если человек в это погружается, то он уже сам моделирует свою систему. Я тут уже тоже немножко как лекцию прочитал, да. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Валентина Петровна Усачёва, учитель математики гимназии номер 16, пока скажем просто так, да, и Софья Курбатова, выпускница 16-й гимназии. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях сегодня Валентина Усачёва, наставник победителя всероссийского конкурса «Большая перемена», учитель математики гимназии номер 16 «Интерес», победитель городского и регионального этапа в конкурсе «Учитель года-2023». 23 года уже прошло с того совмещательного дня, когда вы в Североморске, Мурманской области защитили этот титул. В этом году, кстати, наша гостья выпустила 6 или 7 медалистов. Лично в моём классе, как классный руководитель, 6, да, а всего он 13. Хорошо. То есть почти половина ваших. Да, да, да. Ну и Софья Курбатова, выпускница 16-й гимназии, 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и истории. Внимание, больше всех в Люберцах. А каково это, Софья, ощущать, что самая крутая в Люберцах? Ну, на самом деле... Завидуют все, ходят в КНР. Есть такое. Ну, очень приятно, безусловно. Ну, понятно, что такой статус заслужен, потому что очень много было работы. Вот по истории как набрали-то 100 баллов? По истории я занималась в онлайн-школе. Вот мне были очень сильные репетиторы, мы решали очень много заданий. Там же я занималась по обществу знаний, получила 90 баллов на экзамене. Мы решали очень много заданий. У нас два раза в неделю были практически трехчасовые занятия, куча домашних заданий, вариантов. Это все нарешивалось, нарешивалось. И в какой-то момент ты уже начинаешь решать по аналогии. Ты понимаешь, чего от тебя хотят. На самом деле, по обществу знаний это сделать сложнее. По истории как-то попроще понять создателей, разработчиков ЕГЭ, понять, чего они хотят увидеть в ключах. Ну, и, конечно, даже сами ключи мы разбирали с нашими преподавателями и находили какие-то там неточности, выбирали более удачные. То есть они были неправы? Ну, иногда бывает, человеческий фактор, все могут ошибиться. Сразу в министерство. У вас там неправильный ключ. Нам педагоги рассказывали, что они пробовали добиться изменения вот этих ключей, потому что создатель этой онлайн-школы, который несколько раз сдавал экзамены по истории, по счету знаний на 100 баллов, сталкивался вот с неверными ключами и пытался апеллировать. Ничего не вышло. Поэтому мы подбирали формулировки совместно с ребятами в группах, чтобы точно никаких претензий у экспертов не могло возникнуть, чтобы нам точно зачли максимальный балл. Валентина Петровна, ну, конечно, этот период ЕГЭ меня Господь миловал, да, но, тем не менее, уже много-много лет дети у нас идут по системе ЕГЭ. Вот я хотел все-таки коснуться этой темы. Сейчас мы не будем ни ругать, ни хвалить, но вот как есть, да, тем более, что мы все стоим, по крайней мере, вот Софья сдала 100 баллов, может быть, скоро это будет уже история ЕГЭ или в том виде, в котором оно есть. Все-таки, как вы считаете, эта система, она достойно может оценить результаты выпускника или нету такой системы пока, которая может достойно... Вот выйдет человек по русскому языку, ну, преподавателю, да, другой школы, например, ведь преподаватель, если захочет, он же сможет завалить? Он сможет же задать такой вопрос. Ну да, я, в общем-то, в этом году выпускала свой класс, да, классным руководителем которого я являлась 7 лет, то есть я взяла с маленького 5 класса и выпустила. Я мама, да, для меня это действительно семья. Семья не только дети, но и их родители. Вот, и я считаю, что ЕГЭ на сегодняшний день – это объективная оценка обучающихся, их результатов выпускников и заслуженного поступления. Знаете, вот есть такой очень важный момент, и я хочу заострить на этом внимание. Можно сказать, что флагманская школа, что осуществляется отбор конкурсный, да, но давайте посмотрим, если в 10 класс к нам приходят 3 класса, ну, среднее наполнение, скажем, 25 человек, а уходят, да, к нам могут поступать дети из ближайших школ. То есть мы готовим действительно к поступлению в ВУЗ, вот, при этом некоторые могут обижаться, почему-то не поступили, да, но не поступили, почему, потому что есть понятие рейтинг, это не значит, что у нас самые универсальные там какие-то уникум дети, вот, мы по списку, вот, вошли дети, да, и мы начинаем с ними работать. Они разные, есть кто пришел еще раз, говорю. Вот, но результат ЕГЭ – это не за полгода, это не за два года, да, должна быть очень хорошей базой. У нас математика строится циклично. Пятый-шестой класс – это закладываются математические навыки вычисления, да, вычислительная база, уже потом понятие уравнения, функции, да, там, текстовые задачи. То есть это уже по девятый класс включительно. И первое испытание, которое проходят дети – это ОГЭ. И я была просто счастлива в том, что мы попали под ОГЭ, потому что помним, да, когда был ковид, и было отменено это испытание для детей, а я радовалась, и мы все дети радовались, потому что это хоть какая-то, но подготовка все-таки к ЕГЭ. Вот. Ну и, естественно, 10-11 класс. Кто поступил в 10-11 класс? У нас есть такой вступительный экзамен, 100 минут, работа, где он выполняет экзамены по выбору, да, предметы, вернее. Значит, если это физико-математическое направление, например, инженерное, то математика по выбору физика, информатика и обязательно русский язык. То есть у нас два обязательных экзамена ЕГЭ – это математика и русский язык. Вот для поступления нужно выбрать обязательно профильную математику. Ну, понятно. И у меня в моей группе 26 человек. И я горжусь тем, что все 26 человек выбрали профильную математику. И сдали мы достаточно успешно. Если сейчас приводят нам в интернете, мы читаем, средний показатель 55,6, средний балл по профильной математике, то в моей группе это 77 баллов. Но вы же учитель математики. Да. Значит, это титанический труд. Понятно, что оценить труд учителя, об этом можно спорить сколь угодно. Это бессонная ночь. Либо ты полчетвертого ложишься, либо наоборот полчетвертого встаешь, готовишься. То есть ты продумываешь все до мелочей. Это как у медика, постоянный анализ. Да, 24 на 7. Да, ты даешь работы, которые позволяют анализировать, какие слабые моменты, над чем еще надо поработать. К этому возвращаешься опять, опять и опять. То есть это как спортсмен, да, идущий до финиша, до конца. Абсолютно так. Вот я сейчас вспоминаю, я правда любил математику больше, чем русский язык. Это простите меня, Софья. Хотя, видите, работаю кем. Я помню, что, ну, не знаю, как сейчас, тогда очень популярно было по вариантам решать. Первый, второй, иногда было первый, второй, третий, четвертый. Особенно мне нравилась геометрия. Так я успевал все варианты решить. Бывали такие, не потому что я такой гениальный, а потому что нравилось. Видимо, когда нравится, включается какой-то дополнительный стим. Но скорость решения, скорость мышления, прокачка, да, так сказать, нашего мозга имеет существенную роль при выполнении единогосударственного экзамена. Там же две части у нас в профильной математике. 11 заданий, которые ты решаешь быстро в черновике, и только в бланк заносишь ответ. Это не тестовое задание. Кто-то говорит, что это легко, нелегко спорить, не будем об этом. Для каждого все это универсально, индивидуально, но есть такой условный параметр, что где-то за 25 минут, но максимум-40, ты должен вырешивать эту часть, чтобы все остальное время посвятить решению второй части. А вторая часть, вы знаете, ты идешь, ну да, хорошо, пусть 12 задание, ты знаешь, что это уравнение, да, там уже есть нарешенный опыт, 14 неравенство, там, в принципе, что позволяет при одной ошибке, например, в первой тестовой части, заработать 70 баллов, а 70 баллов у нас, это уже в переводе, вот условие для медалистов, кто сдает профильную математику, они обязательно должны сдать профильную математику на 70 баллов. То есть обязательно два задания из второй части. А вот дальше самое интересное начинается. То есть есть четко представление у человека, как и у спортсменов, он знает, как на дистанции себя спринт вести, как на дистанции старт, да, а здесь он четко знает свои слабые или сильные стороны, и он идет, да, навигацию осуществляет 12-е, 14-е, не буду дальше говорить, какое, потом возвращается. Понятно. Ну, как, понятно, одновременно прям вот не хочется мне. Знаете, все же хотят вернуться в детство, там, тра-та-та, а я не хочу пока, я не готов к ЕГЭ. Мне кажется, что, если бы сейчас вот поднять ЕГЭ и самому решить, то я бы двушник, но было бы. Или, по крайней мере, ну, я помню еще, что очень большую роль играла в наше время все-таки по наитию и по пониманию, то есть зрительная память еще работает. Но вернемся к Софии. Не могу не задать вам этот вопрос. Вы такой человек, универсальный уже становитесь, сейчас это модно, конвергентное такое слово. Кем же вы хотите быть? Вот папа с мамой, родители ваши, бабушки, дедушки, они, наверное, на седьмом небе от счастья. А вы кем хотите? Или вы пока еще не решили? Я подала документы в Московскую Царственную Юридическую Академию имени Кутафина. Я планирую поступать на специалитет судебно-прокурорской деятельности. Прокурор? Да. То есть, я вижу глаза такие суровые, не такие теплые, как у адвоката. Вернее, нет, у адвоката глаза теплые, но хитрые, а у хорошего прокурора глаза холодные, но честные. Понимаете, в чем разница? А почему именно в юридическую сферу? Ну вот, опять же, возвращаясь к разговору про моего учителя истории общества знания, Шмелева Николая Геннадьевича, у нас, я до 10-го класса училась в 8-м, 9-м в гуманитарном профиле в гимназии, в 10-м, 11-м в юридическом. И большая часть занятий у нас проходила именно с этим педагогом, профильная история, профильное общество знания, экономика, право. Как-то сама по себе уже вынесалась. Да, определяет. И более того, наша школа сотрудничает с Российской таможенной академией, к нам часто приходят студенты, иногда приходят преподаватели, которые рассказывают о работе в правоохранительных органах. А также мы участвуем в программе «Живое право». И с Николаем Геннадьевичем мы несколько раз участвовали в конкурсе «Учебные суды» имени принца Олентбургского, где разыгрывается судебный процесс. Ребята получают дело, обычно это гражданские иски. Ишь ты прямо как всё серьёзно. И рассматривается. Вы именно прокурор или даже можно сейчас судью рассматриваете? Ну, я бы скорее к прокурору склонялась. То есть вы хотите наказывать всё-таки? Ну, я хочу всё-таки справедливо решать. Но вы знаете, что некоторые прокуроры, поработав прокурором, потом почему-то становятся адвокатами. Ну, в любом случае, очень интересный выбор. Я, честно говоря, не ожидал. Но он достойный. Потому что женщина-прокурор, это звучит солидно. И будет форма у вас. Да? Всё как положено. А есть у вас кто-то из работающих в этой сфере в семье? У нас есть родственница, которая была федеральным судьёй много-много лет. Ну, понятно. Уже есть знакомые. Гены сработали. Хорошо. Мы движемся к завершению. Последний вопрос. Вот, возвращаясь к себе, любимому, я помню прекрасно, что вот когда я решал эти варианты, не всегда хорошо, двойки, всё как положено, тоже были. Но я был больше отличником. Один раз у меня списали всё моё задание один в один. Но мне поставили 4 за неопрятность. А человек получил 5. Хотя он ничего не решил. Это называется человеческий фактор. Вот что лучше всё-таки оставлять, не в данном случае, не конкретно, чтобы там кто-то списывал, а вообще, человеческий фактор должен присутствовать в образовании. Не уходим ли мы слишком в эту вот цифровизацию, когда всё у нас, тест, даже слово у вас такое, на решаемость, вот новое прозвучало для меня. Человек остаётся за обучением? Да нет же, понимаете, нет тут никакого теста. Да, определённо должно быть нарешено количество опыта. Нарешено будет. Опыт должен получить человек, понимаете, чтобы потом настраивать. Так и у нас. Ведь когда он идёт ребёнок решать выпускник уже, да, взрослый человек, значит, задание второй части, то он уже настраивает геометрию. Ну, невозможно, понимаете, штампы какие-то наложить. Он как рыба в воде должен себя чувствовать. В математике, чтобы понять, да, вот здесь я применю подобие, здесь я вот, равенство здесь, например, пойдёт тригганат. То есть, понимаете, всё это очень интересно. Математика не сухая наука. Понимаете, она хоть и абстрактная, но я всегда говорю. Я знаю, я уверен. Ты понял тему тогда, когда остаётся ощущение, что ты кончиками и пальцами прикоснулась. Понимаете, вот это вот есть математика. В прокурорской работе математика тоже пригодится, потому что некоторые вещи, ну, сейчас кино-то у нас какое, что должно быть, да? У нас должна быть доска, на доске должна висеть фотография убитого, фотография схема рисуется. Да всё, вы изменили сцени сейчас, да, приборы и всё прочее. Математика важна. Я понимаю, что вы проталкиваете математику. Нет, я не проталкиваю. Мне не нужно проталкивать, я обожаю математику, мне очень было трудно. Геометрия – это аргументация, сами понимаете, да, физик и лирик, мне и то, и то нравятся. И то же самое. Мне математика нравилась тем, что она была всегда, вот ты получаешь решение. Особенно мне нравились аксиомы, их не нужно было решать. Доказывать, да? Да. Я очень благодарен, что вы к нам пришли. Я горжусь тем, что в Люберцах мы нашли Софью Хурбатову. Надо запомнить это имя. Прокурор. Ну, фамилию же, наверное, поменяете, если выйдете замуж. Хотя, кто знает, будет прокурор такой у нас. И, может быть, когда-нибудь наша программа останется в архивах, будет показывать. Станете генеральным прокурором, например. Вот. Вам спасибо, Валентина Петровна, за ваших учеников, за то, что вы так все рассказали, нам разложили по полочкам. Я хочу пожелать вам хотя бы немножечко лета, хотя поступать нужно, но немножечко лета, чтобы вы немножко отдохнули. В вашем лице поздравить всех, кто выпустился. Ну и 1 сентября, не за горами, новичков ждем, правильно? Ждем. Ждем. Спасибо большое. И вам спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин